Привет, Страж! Рад видеть тебя на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и у нас вновь новости о грядущих подклассах с энергией стазиса, которые появятся в игре с релизом дополнения за гранью света 10 ноября. Несколько минут назад разработчики выложили новую статью, в которой подробно остановились на Титанах. Их стазисный подкласс будет называться Чудище, что невероятно точно отражает их талант к разрушительной силе. Разработчики не оставили без внимания любимый стиль боя Титанов – беги, ломай! И заявили, что с появлением стазис подкласса роль Титана в команде как главного стенобитного орудия будет только усовершенствована. Студия отдельно делает упор на то, что подклассы стазиса будут заметно разграничены по ролям. И если позавчера, когда нам рассказали о Варлоке Заклинателе Теней, упор делался на возможностях заморозки противников, то в случае с Титаном роль меняется. Чудище базируется на разрушении и на созидании. Что это значит? Давайте прочитаем вместе и разберемся. Работая над чудищем, мы хотели сделать акцент на возможности использования стазиса для создания кристаллизированных образований, которые должны изменить ход битвы, а точнее, изменить само поле сражения. Чудище может использовать свои стазисные способности для выстраивания защиты, создавая кристаллические стены, которые блокируют противников и вражеские атаки, или для атаки, используя кристаллы для заморозки врагов. И это звучит довольно интересно. То есть, мало того, что сами подклассы теперь будут очень точно кастомизироваться, как мы знаем из той статьи, так еще и разделение на роли на поле боя будет тоже более заметным. Не думаю, что можно говорить о полноценной ролплей игре, но все же, то, что Титан может напрямую создавать новые препятствия для врагов, за которыми может спрятаться команда, и что еще более важно, и что отличает эту способность от существующих уже в игре баррикад, по ним можно карабкаться, это очень круто. И это может стать очередным геймченджером. Титан может использовать мощную рукопашную атаку Дрожь, благодаря которой он делает резкий выпад вперед с помощью стазисного взрыва у его ног. Находясь в воздухе, атака вызывает некую стазисную перчатку, которая обволакивает кулак, а затем врезается в противника, отбрасывая его назад и замедляя ближайших врагов. Тут речь о новом аналоге удара плечом, который так любят электрические титаны. Наиболее интересен эффект от применения этой способности в прыжке, из-за чего она может накрыть некой волной рядом стоящих врагов и замедлить их. Если этому будет сопутствовать эффект, похожий на подавляющую гранату пустотного титана, то вещь действительно мощная. Суперспособность чудища, ледниковое землетрясение, тоже начинается с формирования мощных рукавиц. Сотрясая землю могучими кулаками, титан вызывает ударные волны, которые образуют кристаллы стазиса, замораживающие врагов поблизости. Благодаря броне из стазисных кристаллов, титан на время превращается в неудержимую машину для убийства и может прыгать выше, быстрее и дальше, а его атака ближнего боя усиливается. Мы видели применение этой способности в роликах неоднократно. Титан в ульте напоминает электрического воителя, но выглядит это всё гораздо страшнее с выкрученными способностями на максимум. Эти наросты на руках и разлетающиеся во все стороны кристаллы, в пвп от такого остаётся только бежать. Ну и нам хорошо видно, что при ударах по земле образуются вот те самые наросты, которые можно тактически использовать всей команде. Из показанных аспектов и фрагментах в статье показали по одному для каждой ячейки. Аспект Тектоник Харвест. Разбивая кристаллы стазиса, вы создаёте стазис-осколки, которые при подборе будут восстанавливать заряженную рукопашную атаку ваших союзников. И фрагмент Whisper of Durance. Замедление от способности Титана будет действовать на противника дольше. В целом в статье ничего супер нового и неожиданного, к сожалению, не нашлось. Большую часть из перечисленного мы знали из роликов и трейлеров. Однако, у нас ещё остаётся в ожидании подкласс Охотника, Ревенант. Дождёмся его и будем надеяться, что уж он нас точно удивит. Пишите в комментариях, как вам мощный, сокрушающий и созидающий Титан. А я пока прощаюсь. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новый ролик. До связи!